Насобиралась полная коробочка таких моделек и решил я вам их показать. Но и это еще не все. Вы просите меня сделать розыгрыш. В этом видео будет обязательно розыгрыш, что я разыграю и какие условия вы узнаете в этом видео. Поэтому смотрите до конца, не перематывайте и где-нибудь я все вам расскажу. Всем привет! Вы на канале Тойхаус. Лучшие обзоры для лучших людей. Вы, многие меня просите, чтобы я снял обзор на все свои модели. Ребят, я просто физически не могу это сделать, так как у меня нету шкафа под модельки. Я еще обдумаю, какой мне заказать. Со светом, с зеркальной, с полками стеклянными, либо нет. Поэтому у меня многие модели хранятся вот в таких вот коробочках. И эта коробочка не исключение. Здесь решил я вам показать мои любимые джипарики. Да, тут так и написано. Любимые джипы. Отечественные иностранные модели 4х4. В общем, насобиралась полная коробочка таких моделек и решил я вам их показать. Но и это еще не все. Вы просите меня сделать розыгрыш. В этом видео будет обязательно розыгрыш, что я разыграю и какие условия вы узнаете в этом видео. Поэтому смотрите до конца, не перематывайте и где-нибудь я все вам расскажу. Что ж, погнали. Открываем. Здесь именно я собрал, собираю те модели, которые мне, ну, очень как бы запали, что-то, которые мне очень-очень понравились. Ну, что мы здесь можем видеть? Это мой тюнинг-вариант УАЗа Патриота. Кстати, на все модели, да, почти практически на все модели здесь есть обзоры. И вот это УАЗ Патриот. На него тоже есть обзор. Если хотите, все видео можете найти у меня на канале. Так, его убираем в сторону. Кстати, вот у меня недавно человек просил, сделай обзор на Ниву ВАЗ-2121. Вот она, пожалуйста, Нива ВАЗ-2121 от Диагостини, масштаб 1 к 43. Очень классная модель, очень она мне нравится. Красивая. Даже протектор на колесах очень, естественно, здесь сделан. Красивая модель. Так, убираем ее в сторону. Что у нас здесь? А здесь у нас прицеп, полевая кухня. Ну, конечно же, куда его еще возить, как не на всякие трофе-рейды, да? Вот поэтому здесь хранится вот такой вот пластмассовый, но все-таки довольно интересный прицеп. У него многое что открывается, по-моему. Ну, сейчас не будем это открывать уже. Так, и вот, кстати, первый претендент на участие в розыгрыше. Это вот этот автомобиль Луаз. У меня их, по-моему, два. Если будет второй, как бы, то по-любому я устрою розыгрыш. Это Луаз от Диагостини, масштаб 1 к 43. Так, погнали дальше. Ух ты! Вот это вот. Очень люблю эту модель. Это УАЗ 469-й, милиции. По-моему, это делал автомобиль на службе, да, Диагостини. Очень классная моделька. Очень она мне нравится. Ну, смотрите, мигалочка уже стала не синяя, а такая белая почему-то. Хотя лежит в коробке. Ничего с ним не происходит. Ну, уже, видите, цвет поменялся почему-то. Так. А вот этот экземпляр, я даже не знаю, почему сюда попал. Он мне так не понравился. Наверное, я что-то хотел с ним сделать. Но, скорее всего, я делать с ним ничего не буду. Я его тоже разыграю. Поэтому вот этот УАЗ Хантер от Технопарка с открывающейся дверью, вот такой вот задней, я тоже разыграю. Тоже будет участвовать в розыгрыше. Этот точно будет. УАЗ пока не знаю, а этот точно будет разыгран. Ох ты! Вот эта вот модель мне очень нравится. Это у нас, по-моему, ГАЗ, такая, ну, машина ЖКХ, да, уборщик улиц. Так, давайте посмотрим, что это у нас. ГАЗ-69 Т3. Это ГАЗ-69 Т3. Вот здесь даже надпись есть на нем. Фрунзенский район, ЖКХ, номер 14. Очень классная модель, где Агастини делает. Делала. Сейчас, по-моему, ее уже таких не найдешь в продаже. Так, это Рено. Рено РХ4. Редкая моделька, но у нее печалька случилась. Потерялось одно зеркало, не знаю, куда делась. Может быть, даже в этой коробке лежит. Ну, а так модель вполне себе прикольная. Делает это Хонгвелл, если я не ошибаюсь. Да, это Хонгвелл. И масштаб у него 1 к 43 тоже идет. Очень классная, такая редкая моделька. Полноприводный он, да, был. Они были, по-моему, и полноприводные, и нет. Но здесь мы видим, видите, во весь таком, скорее всего, этот автомобиль был полноприводным. Ну, по крайней мере, эта модель. Ну, положил сюда, пусть лежит. Так, ну, это моя диорама. С УАЗом 469. Такой вот УАЗик получился в грязи. Кто не видел, тоже можете посмотреть. Очень такой. Ну, УАЗ этот, такой он очень... Не знаю, хочется с ним что-то делать интересное. Он очень прикольный. Мне очень нравится, что настоящий УАЗик такой нравится, что игрушечный. Так, убираем в сторону его тоже. Здесь у нас вот такая вот Победа. Немножечко она у меня подушаталась. Эта Победа у нас, полноприводная Победа. ГАЗ-М72, делает Диагостини. Так, покрашенный салон там. Как мы можем посмотреть номера. В общем, немножечко подстрепалась. Вот поэтому модельки надо хранить в коробках. И обязательно на полках они должны храниться, чтобы с ними всё было в порядке. Так, это ещё один УАЗ 469. И это, по-моему, от нашего автопрома. Такой же, как с диорамой. Но здесь я, видите, с ним что сделал? Сделал его такой подвоенный УАЗик. Здесь немножко цвет, конечно, выделяется. У военного УАЗика он более темнее. Ну, я перекрашивать не стал. Просто заклеил декальками. Обрисовал диски ему. В общем, гвардия такой вот УАЗик. Тем более, ещё с белым салоном у меня получился. Ну, первый опыт такой был. Да, УАЗ 469 наш автопром. Классная, кстати, тоже фирма. И масштаб 1 к 43. Ставим его в сторону. А вот это у нас автомобиль. Это ВИЗ. Да. Многие тоже, кстати, писали, что это не ВИЗ, а ВАЗ. Ребята, это ВИЗ. Это ВАЗ Интерсервис делает. Это, в общем, автомобили специальных служб. Они делают инкассаторские автомобили, пожарные, в общем. И здесь вот, пожалуйста, вы можете прочитать. Вот. ВИЗ 294611. Масштаб 1 к 43. Диагостини. Понятно? Не надо спорить, что это ВАЗ. Да, морда ВАЗовская у него. Не спорю. Но автомобиль, видите, ВИЗ. Написано на нем. ВИЗ. А давайте вот с этой Нивой его сравним вообще, как он с этой Нивой. Ну, сочетание есть. Но это просто как бы делают именно специальные автомобили. Так. Убираем в сторону. И следующий у нас листочек открываем. Что здесь у нас? Здесь у нас... Вот. Тоже интересные модельки. Здесь у нас... Ну, это тоже. Это тоже. Мой тюнинг-вариант. Запорожца. Положил я его сюда. Ну, не знаю. Пусть здесь будет. Ведь такого как бы не найдешь автомобиля. Так. А вот и второй УАЗик. Вот они. Поэтому один из этих УАЗиков по-любому тоже будет разыгран. Что ж, погнали дальше. Это недавний у нас Форд Куга. Классный автомобиль. Мне вообще некоторые автомобили от Технопарка как бы очень нравятся. Тем, что у них открывается багажник. Мне вот очень нравится эта тема. У некоторых получается прям идеально вообще, как у настоящего автомобиля. У некоторых, конечно, не очень. Вот Форд Куга мне как бы понравился. Так. Его давайте в стороночку. Здесь у нас... Это, по-моему, у нас УАЗик. И УАЗик это от Диагостини до 3172. Это УАЗик, который выпустился, по-моему, в одном экземпляре. Ну, в общем, прототип. И посмотрите. Лежит просто в коробке, а крыша почему-то начала слезать. Даже не знаю. Как ожог какой-то получился здесь. Ну, на самом деле, никакого воздействия на эту коробку температурой не происходит. Не знаю, почему так произошло. Так. Это у нас Киа, по-моему, Соренто. Да. Киа Соренто. И это делает у нас Вэлли. Вэлли. Эти автомобили мне нравятся тем, что они идут... Двери открываются, но двери идут со стеклами. Очень классно смотрятся. Тоже мне эти модельки очень нравятся. Красивенькие такие получаются. Единственное, вот, видите, места здесь они почему-то не всегда прокрашивают. Масштаб, кстати, здесь не 1 к 43, но он... Все равно на полке они смотрятся и вместе, в принципе, довольно симпатично. Так. Это у нас Ренок Алеус. Тоже недавно был на обзоре. Тоже очень-очень мне понравился. Такс. Вот. Один из таких давнишних автомобильчиков. Это Ленд Ровер. Вообще, если смотреть настоящий, очень интересный автомобиль. Необычный. Он большой такой. Ну, и сама модель мне тоже, она очень нравится. Симпатично сделано. Кто это делает? Тоже, по-моему, Хонгвелл. А, по-моему, даже это не Хонгвелл был, а, наверное, Корорама, может быть. Точно не вспомню я сейчас. Вот надо коробочки оставлять. Это самое главное. Так, это автомобиль-амфибия десантников. ГАЗ-46. Очень такой детализированный автомобиль. И по воде, и по суше, в общем. Очень такой, ну, прикольный. Не знаю, тоже мне очень нравится. Это тоже, по-моему, какой-то ГАЗ. Тоже военный. А, нет, это БТР-40. И здесь, смотрите, здесь можно открыть верх. И тут посмотреть, что у нас в салоне. А в салоне совсем не так много места, как кажется. Такой, ну, зато, зато вездеход, можно сказать, такой вот. Тоже такой симпатичный, довольно автомобиль. Ну, видите, здесь лопатой, вот, просто сделанной на металле. А здесь, а здесь вот, все отдельно тоже. Ну, все модельки разные. Все, получается, почему-то по-разному. Так, это у нас Вольцваген Амарок. Очень такая прикольная модель получилась. Делает какая-то фирма, по-моему, там, по дорогам России, как-то так называл. Здесь вот ничего. А, здесь, смотрите, МСЗ. Фирма, масштаб 1 к 46. Но, в принципе, тоже к 1 к 43 он на полке смотрится довольно симпатично. Тоже мне он понравился. Колеса, конечно, здесь вот маловатистые. Стороночку его. А это, это зеркальный, зеркальный Land Cruiser Prada. Ну, цвет, ребят. Ну, такой цвет, как не оставить такой автомобиль. Тем более, как бы, у него открывается багажник. И делает это у нас технопарк. Но, тем не менее, автомобиль в очень шикардосном таком цвете. Очень цвет уж понравился. И дверь у него, по-моему, кстати, на бок открывается. Давайте сейчас я вам продемонстрирую. Да, вот видите. Хоп. Так. Ну, что. Открываем дальше бумажечку. Опа. И здесь у нас еще серия иномарочек, и не только, да. Ну, начнем вот с такого малыша-карандаша. Это у нас ГАЗ, по-моему, даже не могу разглядеть. ГАЗ-64. Наш автопром делает тоже такой симпатичный автомобиль. Ну, даже стекло у него опускается и поднимается. Запасное колесо, резиновые покрышки. Ну, прикольный автомобильчик. Ничего не скажешь. Так. Это у нас малыш такой, мини-победа. ГАЗ. ГАЗ-пикап. Это у нас М73 Украинец. Вот такой вот прям крошка. Если сравнить с такой, ну, полноценной победой, да. Ровно половину. И ездили же по дорогам, и пользовались популярностью. Классные автомобили были. Интересные. Причем на такой какой-то американский лад, можно даже сказать. Так. Что у нас здесь дальше? Это Volkswagen. Раритетный мой Volkswagen. Это Сочи 2014. Покупал я его во время Олимпиады, когда шла. Продавались они во многих магазинах. Причем разные модели. Но вот именно Volkswagen Touareg мне как бы понравился. Своей такой и расцветкой интересной, ну, и детализацией. Производитель у нас Hermes City. Сделано в Китае. Volkswagen Touareg. Причем на коробке не было ничего написано. И вот коробку я не оставил. Ну, что такое? Надо было коробки оставлять. Так. BMW X6. Слегка как бы она тюнингованная, но слегка. Здесь покрашены диски, затонированные стекла и, в принципе, все. BMW X6. Сейчас я даже не знаю, продаются они или нет. Так. Это у нас, по-моему, Кинсмарт. Да. Это у нас автомобиль Кинсмарта. Масштаб 1,38. В сторону. Здесь у нас, что? Hyundai Santa Fe, по-моему, или Tucson. Tucson. Это Hyundai Tucson. Это у нас делает Veli. Veli можно сразу определить, потому что у них передние двери идут со стеклами. Сразу прям можно определять, что это Veli. И они такие чуть аккуратнее машинки все-таки у них получается. Veli. Hyundai Tucson. Или Tucson. Ну, в общем, кому как нравится. По-моему, я в обзоре про него все рассказывал. Так, ребят, ну, у нас уже почти все заканчивается здесь. Что мы будем разыгрывать? Давайте я расскажу. Разыграем, значит, мы. Сегодня будет разыграем вот этот вот УАЗик Ралли, у которого открывается вот дверка. Вот так вот, производитель Технопарк. Причем он идет вместе с коробочкой. Все будет упаковано в надлежащем виде. Разыграю я вот этот УАЗик. УАЗ будет разыгран вот этот, без зеркала. А все-таки с зеркалом я оставлю ребят себе. Так, вот этот УАЗ разыграю. У меня здесь еще на столе лежит одна машинка, которая не была разыграна. Не была она разыграна. Не знаю, почему-то вы не захотели участвовать в этом конкурсе. Я ее разыгрывал, и она тоже будет разыграна. Это у нас вот такая Нива Шевроле в масштабе 1 к 32. В общем, три вот этих машинки будут разыграны. Будет три победителя. Три победителя будет. Это точно. Ну и давайте здесь мы досмотрим до конца. И, может быть, из этой серии что-то я тоже разыграю. Скорее всего, да, еще пару машин отсюда я разыграю точно. Поэтому давайте рассматривать. Это у нас Land Cruiser Prada от Veli. Кстати, это предыдущий, по-моему, да, кузов. Потому что, если сравнить с этим, ну, они прям очень-очень заметно отличаются. Но все равно классная модель тем, что, повторюсь, идет со стеклами. Так, двери открываются. Передние. Сейчас я вам попробую продемонстрировать. Да, вот так вот они открываются. Салончик там. Все можно рассматривать. Так. Даже уже ставить некуда мне. УАЗ Патриот. Лесная охрана. Это Диагостини, 100% уверен. Да, УАЗ Патриот. Масштаб 1 к 43. Ставлю сюда. Lamborghini Urus. Вот он замечательный такой. Вот тебя я как раз и разыграю. Тоже будет разыгран. Так. Toyota Land Cruiser. Да, просто Toyota Land Cruiser. Без Prada. Масштаб 1 к 41. Делает топ-марк. Он тоже был слегка тюнингован. Затонированные вот были стекла. Очень здесь классный такой белый салон. Мне очень нравится двухсветный салон. Ну, в общем, такой вот симпатичный тоже автомобиль. Тоже мне, как бы, он очень-очень нравится. Стороночку. И здесь остались крошки-картошки, да. И Mercedes-Gelentwagen, который вот-вот прям был на обзоре. Так. Это у нас такие вот крошки. Niva Chevrolet. Очень маленькая моделька. Очень симпатичная. Масштаб у неё 1 к 72, да. Делает фирма Bayer. Ну, и либо Carorama. Классная моделюшка. Симпатичная. Вот такой вот УАЗик Патриот. Тоже симпатичный очень. С номерами. Тоже Bayer. Тоже масштаб 1 к 72. Ну, и Gelenvagen от технопарка. С открывающейся дверью, опять-таки, тоже. Тоже такой вот симпатичный, прикольный автомобильчик. В общем, вот такая вот коробка с джипариками у меня. И смотрите. Значит, я устраиваю розыгрыш, да. Мы разыграем вот эту модель. Давайте мы сейчас поставим их в стороны. Так. Чтобы вы видели, что мы всё-таки будем разыгрывать. Вот эта модель разыгрывается. Вот эта Niva Chevrolet разыгрывается. Вот этот вот Луазик у нас разыгрывается. И разыгрывается вот этот вот УАЗ. Четыре модели. И я предлагаю вам всё-таки, если вы хотите участвовать в розыгрыше, пишите в комментарии, какую модель мне ещё разыграть из этого обзора. Которую модель наберёт как бы большее количество голосов, то я ещё добавлю к этим моделям. И получится у нас пять призовых мест. Розыгрыш. Давайте будет так. Кто-то хочет лайки, кто-то хочет просмотры. Мы сделаем с вами так. Если данное видео набирает тысячу лайков до конца этого месяца, то я устраиваю розыгрыш. Плюс ещё одно условие. Если мы не набираем лайки, но набираем 50 тысяч просмотров до конца этого месяца, то я также устрою розыгрыш. В общем, два условия. Я думаю, какой-то из них вполне может сбыться. Чтобы вам участвовать в розыгрыше, самое главное, это вам надо быть подписанным на канал. Обязательно. Без этого никак. Поделиться этим видео в любых своих соцсетях. Это тоже обязательно. Без этого тоже никак. Но не отчаивайтесь, если у вас нету соцсетей. У вас по-любому есть YouTube-канал. Вы можете, в принципе, прорекламировать этот розыгрыш у себя на канале. Но только ссылочку мне обязательно в описании, в комментарии укажите, чтобы я знал, куда смотреть. В общем, очень простые условия. Пишем комментарии, делимся этим видео в любых своих соцсетях. Ну и ждём. Результаты. 50 тысяч набираем до конца месяца, устраиваем розыгрыш. Тысячу лайков до конца месяца, тоже устраиваем розыгрыш. А победителя я выберу с помощью рандомной программы, которая показывает, подписаны вы на канал, либо нет, поделились этим видео, либо нет. В общем, всё она показывает. И, кстати, самое главное, чуть не забыл, результаты данного розыгрыша будут опубликованы на моём втором канале. Ссылку на него я оставлю в описании. Название очень простое, Toy House TV. Поэтому, чтобы узнать о результатах розыгрыша, переходите и подписывайтесь. Ну что, ещё вы можете, конечно, написать простой комментарий, хороший, ведь лучшие комментарии у меня попадают в видео. Вот, как эти комментарии, вы можете их сейчас видеть. Ну, а плюс ко всему, кто ещё не подписался на канал, для вашего удобства, вот сюда вот нажимаем, подписываемся, ну и потом можно нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и до скорых встреч, всем удачи и пока!